Привет, дружище, меня зовут Шамбе. Мы против нашего района Хайва. Нужно отправиться во северо-западный район Хайва. Ну что ж, пойдем туда. Главное еще сейчас с бандитами не подраться. Здорово, мужик, говорят шлюхи. Так, а, я пошел на юхо, мне нужно на северный путь вот здесь перейти. Потому что такое ощущение, что через вот этот поворот я выйду на самом деле не на северо-запад, а на аллею опасных углов, а туда пока мне не требуется. Давай сначала отправимся туда, куда необходимо. Хотя, 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 дневник, задание. Найти Фарада, это мое главное задание. Найти пропавший дневник также. Яморик опять же требует Фарада. Помочь Севтай отомстить. Лающие псы. А где они обитают? Хаоситы, возможно, Мортуарий. В нескольких кварталах южнее Мортуария. Хорошо, есть причина направиться на юг. Помочь Ингресс. Тут неизвестно, как помочь. Крадок. Я должен доставить Крадоку где-то около рынка. Около рынка в Хаве. Сейчас одну минуту. Рынок, рынок, рынок. А где этот рынок? Охрен его пойми. Давай отправимся, как и планировали, на северо-запад. Потом, если что, разберемся. Сейчас, правда, ночь. Можно было бы отдохнуть. Ну? Все сюда идите, говорит какой-то проводник. Хорошо, и куда ты меня проведешь? Этот громоголосый угрюмый человек подходит к вам и отвешивает быстрый поклон. Приветствую тебя, здоровяк. Всего за один медяк ты можешь получить проводника. Куда провести? Что значит проводник? Человек понимает, здоровяк. Я расскажу все, что вам может пригодиться, чтобы сориентироваться в этой части Хаве. Хорошо, вот твоя монетка. Человек берет монету и клонится. Эта часть Хаве имеет ворота, ведущие на восток, север и юго-запад. Указанные мной места включают ночлежку, где уставший работяга может отдохнуть. Где находится ночлежка? Прямо в центре этой части Хаве, парень. Длинное узкое здание, дверь которого выходит на юго-запад. Хорошее место для ночлега, если чувствуешь себя уставшим. Куда ведут северные ворота? Они ведут к площади, парень, где ошиваются все сборщики. Куда ведут восточные ворота? Они ведут к другой части Хаве, парень. Там муртуарий, бар, собирателей пыли, где пыльные любят выпивать. А там же находится мавзолей и большой мемориал пыльных. Куда же ведут юго-восточные ворота? А, еще одна часть Хаве, парень. Там находится офис для контроля за паразитами и болезнями. И большой рынок. Так, рынок это на куда? А, юго-восток, хорошо. Это все, что мне было нужно знать. Прощай. Хорошо, я... Это что? А это обешай, черный. Надеюсь, со мной он драться не станет. Проводник Хайва. Парфирон. Ты кто такой? Каждый дюйм кожи этого мужчины покрыт паутиной черных линий. Как будто какой-то художник хотел прорисовать пером все складки его плоти. В результате, даже когда его лицу лишено выражения, кажется, что он хмурится. Приветствую. У этого есть имя. Его звать Парфирон. Его голос звучит как гонг. Но не получилось как гонг. Когда он говорит, линии на его лице превращаются в серию сферических форм. Этот хочет спросить, к чему он тебе? Я хотел задать несколько вопросов про город. Этот дает тебе знать. Этот не может отвечать на твои вопросы. Линии на его лице скрещиваются в различные углы, а затем расщепляются в бесформенное месиво. Этот только недавно вошел в это место, Стиан. Хорошо. Я могу спросить, почему эти линии на твоем лице двигаются? Линии сказали про ярость. Ты обиделся? Линии на его лице выпрямляются в плавной линии? Не было по мысли на обиды. Будут ли приняты извинения? Нет никакой обиды. Несколько напряжены. Этот не было опасен не умереть. Этот был опасен не уничтожить три. Но если ты мог их убить, то почему ты дал себя ограбить? Этот шел путем воина. Много оружия познанно этим. Руки, клинок, булава. И секира познаны. Не слишком похоже на объяснение. Если ты опытный воин, то почему дал себя ограбить? Этот запрещен к атаке. Линии располагаются поперек лица и бегут волнами. Этот не мог сердиться. Обет. Не атаки дат. Эд. Не насилие. Обет не насилие. Войны пацифист. Этот не знал твою речь. Что значит пацифист? Не обращай внимания. Зачем ты так хорошо натренирован, если тебе запрещено атаковать других? Этот привступлен в Орден Наследия. Мы будем в ожидании последнего дня. Дня боя для всех. Тренировка приведена для этого. И будет приведена в ожидании не атаки. Так ты дашь ограбить себя на улице? Даже не попытаешься защититься? Этот прояснит. Ценный предмет. Дисциплина. Наследие. Большой ценности. Но если ты не атакован, то наверняка попробовал их уговорить. Этот запросил воров. Что это было? Запрос был приведен к небрежению. Трое не вернули предмет. Хорошо. Посмотрим, смогу ли я вернуть тебе, что потеряно. Этот должен спросить. Ты принесешь атаку укравшим предмет? Нет, если получится. Этот боится. Сообщения при неатаке понято не будет. Линейно его лица образует несколько эллипсов. Этот не станет противоречить твоему способу. Хорошо, что ты потерял. Предмет есть. Веревочка с красными и черными молельными бусинами для ношения на шее. Ценность этих бусин неизмирима в меде. Ценность этих бусин измирима в вере. Хорошо. Я найду пропажу. Как думаешь, где могут быть эти воры? Этот знает. Место потери предмета с сердитыми словами. В месте бара, горящем внутри. Трое были внешними к бару. Одеты в черные и одеты в красные. Хорошо. Три грабителя, одеты в черные и красные, около бара, у которого что-то горит внутри. Я правильно понял. Это нетрудно найти. Прощай. Хорошо. Нужно найти еще один бар, и там что-то горит. Возможно, очах. Молхат. Пыльник. Судя по виду. Этого человека меньше заботят прохожие, чем окружающие его. Он движется неровной походкой. Между делом изучаю землю с обеих сторон. Когда ты подходишь, он приветливо кивает. Приветствую. Эй, здоровяк. Скажи, трупаков поблизости не видел? Нет. Типа, ну я хочу кое-что спросить. Плохо, плохо, очень плохо. Если у тебя есть вопросы, можешь задать их. А что ты ищешь? Трупаки, конечно. Помнишь робособиратели? Он держит робу за край и тычит ее тебе в нос. Сборщики? Да, да, конечно. Собиратели, видишь одежду на мне? Да, паря. Ну да и каждый, кто носит такой роботособиратель. А трупаков еще тащит к пыльным за бабки. Собиратели работают вместе? Нет, ты че? Хе-хе. Нет, мы таскаем ту же одежду, что и все. Только так много трупаков вокруг. Но у нас много стаи, типа банды, все такое. Мы воюем тут за трупаков. И так становится трупаков еще больше. Здесь есть какие-то соперничещие банды-собиратели? Он кивает. Верно, как-то что сигела это бублик. У нас так много собирателей на площади мусорщиков. Это такая огромная мусорная яма на север отсюда. Большинство из нас ребята Шергрейва. По крайней мере, с тех пор, как прогнали Фарада его к Аморилью. Расскажи мне о Фараде. А я, типа, не знаю много про этого парня. Мы часто дрались с ними, пока они не исчезли вовсе, как сквозь землю провалились. Мы на площади иногда отваливаем его ребят, пока никто не знает, где прячутся стальные. У него осталось много людей. Наверное, ведь он парень крутой. Собирал довольно много трупаков, таскал их к пыльным и зашибал большую деньгу. Не знаю, что с ним сталось, только не очень славно, что мы мало трупаков находим в последнее время. Расскажи мне про Шергрейва. Шергрейв? Это наш босс. Он живет на площади мусорщиков. А я его особо-то и не видел. Да и никогда не базарил с ним. Но, типа, парень сам в себе. Так что, если у тебя нет дела к нему или важного какого-нибудь дела, лучше не привязывался бы к нему. Почему муртвари платят за трупы? Ну, типа, это сохраняет улицы, почищенные и все такое. От эпидемии там и всему подобного. Всякие коронавирусы. А пыльные они неплохо платят. И потом они заботятся, чтобы всех похоронить как надо. Измельчить там и прочее. Это тоже часть их веры. Я думаю. Хорошо, у меня есть еще вопросы. Я ищу дневник, который я потерял. Никогда не попадался. Вот что я тебе скажу. Если увижу, придерживаю его для тебя. Спасибо. Ты можешь рассказать мне, что это за место? Это Хаев, приятель. Задница Сигила. Только странно, что у Сигила нет еще и конца. Он ведь круглый. А вот там, за большими воротами на севере, площадь мусорщиков. Там собиратели, как я... Там собиратели, как я, тусуются в своей норе. Правда, я не знаю остальную часть Сигила. Ну, хорошо, знаю эту. Ну, в общем-то, я у него все спросил. Про собиратель я спрашивал. Это все, что я хотел узнать. Прощай. И тебе прочей, здоровяк. Он машет тебе рукой и уходит. Возможно, мне стоит с ним когда-нибудь потом поговорить. Руно. Ты кто такой толстячок? Ты видишь человека, который, оглядывая строение, кажется немного озадаченным. Кажется, он заблудился. И что-то бармочет себе. Приветствую. Похоже, ему полегчало. Наконец-то. Прошу прощения, добрый господин. Я, кажется, заблудился в этом лабиринте улиц. Он хихикает. Боюсь, этот райончик города еще немного. Он тревожно озирается. Не знаком. Местные жители не особо желают помогать прохожим. Он с надеждой смотрит на тебя. Могу я на вас расшитывать? Конечно. Куда вы хотите попасть? Я ищу дом моей тети Маргариты. Она вроде живет в доме недалеко от мертвуария. Но расположение улиц, кажется, изменилось со временем моего последнего визита. Вы не знаете о доме, про который я говорю? Давай на текущий момент ему не будем врать, потому что в любом случае я его либо пошлю на смерть, он зайдет, и там его горловари загрохнут. А потом, в будущем, если я узнаю, где живет эта Маргарита, скорее всего, он гораздо больше мне заплатит по пришествии туда. Боюсь, что я никогда не слышал об этом месте. А мужчина разочарованно хмурится. Я предполагал, что это было бы слишком удачно для меня, если бы все знали об этом заведении. Он слегка кивает в благодарность. Ну, спасибо, что уделили мне время, добрый человек. Это очень приветствуется на здешних улицах. Прощайте. Ты готов был уже уйти, как вдруг почувствовал, что чего-то не хватает. Ты снова смотришь на мужчину, уже подозрительно, и видишь, как он вытаскивает руку из твоего кошелька. Ты не уверен, но полагаешь, что он что-то стащил. Хорошо, давай изучим его технику в любом случае. Ну, что он у меня стащит? Какие-нибудь бинты, иголки, мусор, который я ношу? Ты втягиваешь мужика в разговор ни о чем, и незаметно смотришь, что он делает. А делает он следующее. Во-первых, он прикидывается заблудившимся, обеспеченным горожанином, чтобы усупить бдительную жертву. А во-вторых, он отвлекает ее внимание, тыча рукой в различных направлениях. Когда жертва поворачивается вслед за жестом, мужик запускает руки в кошелек и тащит его содержимое своей рукава. Очень длинный. Ты откладываешь эту технику в памяти. Как раз во время очередного вторжения в твой кошелек. Схватить его руку. Вот мне интересно, раз, два, три, четыре, пять. Пять бандитов это его друзья или же нет? Эй, что ты делаешь? Мужик от обалдения подпрыгивает, а затем бросается бежать. Тогда ладно. Никаких ладно. Мужик, получай по башке. Морта, хватай. Ух, сейчас будет заварушка. Так, я, пожалуй, уйду. Морта, молодец. Морта, сражайся со всеми. Хотя давай вместе. Задолбим их. Отлично. Ай. А то. Еще одна медная сережка. Дабусы свалили. Ой, ну отойди, Дабус. Ты очень не к месту здесь. Стучат, ремонтируют. Прям как мой сосед с девятого этажа. Он у меня спер пяти... А, нет, тридцаточку. Ну, это тоже. Не так уж много. Давай грохнем этих бандитов. Потому что они явно... Ничего хорошего не сулят. Атака. Ну, Морта, грызони его. Какой-то очень живучий бандюган. Сбежал. Хорошо. Ну, конечно, не совсем хорошо. Сейчас сколько времени? 12. 12.20. Почти пол первого ночи. Продолжаем поход. Здесь стоит проститутка, головорезы, дабусы. Здесь еще один головорез. Сборщик, 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 проститутка, путь на север. Это квартал у мусорщиков. Здесь какая-то домушка. Плюс с черными листьями стебли выглядят очень острыми. Одноухи. Ты видишь какого-то подозрительного парня, который ковыряет в зубах малой металлической вилкой. На его груди есть броня, покрыта острыми шипами. А на бедре висит большой нож, который выглядит довольно устрашающе. Ты видишь, что у него нет одного уха. Приветствую. Он осматривает цепким ворованным взглядом. Довольно неуютное ощущение. У меня есть к тебе вопросы. Этот бандит пялится на тебе угрожащий. Отвали пень, а не то я тебя на фарш пущу. Хорошо, давай пока поигнорируем. Что-то я в дневник записал. Дневник. Я встретил одноухого вора, который прячется в тенях около большой арки в Хаве. Что-то в его глазах подсказал мне, что он не тот человек, с которым можно шутки шутить. Это намек на то, что, пожалуй, с ним не стоит связываться. Хорошо, одноухого не будем трогать. Идем смотреть, что это за домик с плющом. В него можно зайти? Да, в него можно зайти. Но тут особо ничего и нет. А возможно, откроется портал, если у меня будет какой-то определенный ключ. Так, ты кто такой тут ходишь? Проводник Хайла. Я с тобой уже общался. Головорез, головорез, головорез. И еще головорез. И проститутка. Ворота на юг. В общем, здесь кроме... Вот что это такое? Это опять же черный плющ. И здесь я что-то в вывеске не вижу, кроме того, в здании ничего нет. Отчего ты сказал, мужик? Мар. При первой встрече с Маром тебе показалось, что ему нужна хорошая ванна. Желательно подальше от любого существа, обладающего обонянием. Ты практически представлял, как грязь будет стекать от всего тела желтыми струями. Он сделал тебе знак рукой, означающий, что он желает, чтобы ты подошел поближе и поговорил с ним. Хорошо, подойдем, узнаем, что ему надо. По мере твоего приближения, яйца его перекашиваются от восторга. Спасибо, хоть один добрый нашелся. Меня звать Мар, и мне тебя позарез надо. Я слушаю. Короче, пиндык к мне приходит. Надо доставить вот эту коробку, прежде чем мне в башку оторвут. А я как дурак ногу подвернул. Ты бы не занесся. Очень подозрительный человек, но... Почему бы и нет? Я доставлю для тебя коробку. Мар медленно достает из глубины своих лохмотев маленькую коробку. На кратчайшем мих тень сожаления мелькает на его лице. Потом исчезает. Он смотрит на тебя, протягивая руку. Переходя из рук в руки, она озаряется легким мерцанием. Слышен вздох облегчения, когда Мар приручает ее твоим заботам. Что теперь? А что-то было выброшено. Надо нанести это Куатра. Он обычно мотыляется там, где-то в южно-восточной части Хайва. И не говори потом, что это я тебе не предупреждал. Короче, не вздумай ее открывать. Не вздумай мотать с ней, с Хайва. Ну давай. Не вернусь, когда доставлю коробку. Прощай. Че-то я ему не доверяю. А я согласился доставить странную коробку человеку по имени Куатра. Мар сказал, что этого человека можно найти в юго-восточной части Хайва. И тут... Какие-то трупаки. Ладно, Морта, давай ты возьмешь эту непонятную коробку. Если у тебя есть место. Шкатулка с орнаментом. Или у Морта тоже места нет. У Морта места нет, у меня места нет. Как же это замечательно. Мне нужен торговец. Чем быстрее, тем лучше. Что из этого можно выкинуть? Например, дневник из приемной. Мне кажется, он не понадобится. Коробка не особо тяжелая и замечательная. Эта маленькая деревянная коробка украшена запутанным золотым орнаментом. Когда-то эта шкатулка была хороша для выставления ее на видное место в каком-нибудь богатом аристократическом поместье. И все же, годы взяли свое. И она уже начала разваливаться на части. Если бы небольшой рубин на лицевой стороне, она была бы вообще бесполезна. Чувство ужаса исходит от коробки. Пожалуй, не стоит ее действительно открывать. Может, это какая-нибудь коробка смертника? И откроем, и тут же взлетим на воздух. Ну а что? Такую посылочку передач почему бы нет. Что это за здание? Кроме него здесь больше, собственно, ничего и нет. Мхалт стоит без дела. И куча головорезов. Давай, головорезом немного головы их срежем. В любом случае, я думаю, если я с ним не разберусь, они нападут на простых жителей Хайва. А так хотя бы мы спасем обычных жителей, а сборщикам будет еще работа. С другой стороны, а кто знает, из-за чего они вступили на этот путь? Почему они стали головорезами? Возможно, и не от хорошей жизни. С другой стороны, они каждый день рискуют. Потому что если нападут на путника, который окажется сильнее их, они попросту умрут. Поэтому их выбор. Это простой головорез, почему они не атакуют? Просто убегают. Ладно. Зачистим улицу и двинемся в эту... Томушку. Морда, давай активнее, Шриева. Для бронзового кольца нету места. Ладно, черепок, мне кажется, ты лишний. Опаньки, я, пожалуй, его одену. Стоп, что это? А, бронзовый браслет. Тяжел, просто безыскусен. Возможно, местный торговец даст несколько монет. Возможно, возможно. Кроме того, место для кольца освободил. Так, это порферон. Это еще трупы. Собешай, давай попробуем поговорить. В любом случае, если даже что-то неприятное произойдет, я тут же возражусь. Здорово, черная бешай, ты как? Эта черная рептилия возвышается на 6 фунтов. Ее огромная, однако преуменьшенная из-за тонкого, как у змеи... Чего? Ее огромная высота, однако преуменьшенная из-за тонкого, как у змеи... тела. Длинный хвост болтается сзади, крылья собраны за спиной. Сильный неприятный запах исходит от существа. Так же, как жар. Существо вас игнорирует. Приветствую. Эй, шеф. Морта перебивает тебя, пока ты еще не заговорил с существом. Задвинься. Ты же не будешь греметь костями с каждым извергом на дороге. Пошли. Я хотел бы задать ему парочку вопросов. Нет, не надо. Морта бросает взгляд на существо, затем поворачивается к тебе и понижает голос до шепота. Они очень чувствительны. Пошли лучше. Хорошо. Я не думаю, что я справлюсь с существом, поэтому оставим его в покое. Возможно, чуть позже стоит с ним поговорить. Ты кто такой? Ты проводник. Тебя я не трогаю. Заходим в это непонятное местечко. Здравствуйте, кентавр. Житель Хайва. Житель Хайва. А Нестор. Орло. Ты видишь коротенького лосеющего человечка, который состоит в том, что заменяет холл в этой обшарпанной ночлежке. Его кустистые брови нахмурены. Кажется, что он полностью сконцентрирован на обдирании струпьев со своего огромного крушевидного носа. Фу, блин. Чувак, чё ты делаешь? Блин, какого хрена ты вообще так выглядишь? Ладно. Приветствую. Этот человек, похоже, не собирается отвлекаться и сосредоточенно смотрит на свой нос. Чё тебе надо? У меня есть несколько вопросов. Чё, нравится? Его желтозубая улыбка просто прелестна. Конечно, тебе может ответить, только не я. На всякую бродягу у меня просто нет времени, бизнес знаешь ли. Так что, если ты не собираешься тут отвисать, то проваливай. Ясно. Я могу получить койку. Конечно, пень. Если есть чем заплатить. На халяву никто не будет тут оторчать. Но кроме этого старого труппёра Нестора, который здесь только потому, что ни одна бестола чисто не может с ним сладить. Расскажи мне про этого Нестора. Нестор псих, бедолага. Он тут должен где-то быть. Он тычет большим пальцем куда-то за своё плечо. Только погоди его тормошить. А то этот тупец просто не в себе. Всё, толдычет про свою идиотскую вилку, заначали. Надо от него избавляться, всем станет легче, малеха. А чего тебе самому от него не избавиться? Типа не думай, что я пытался. И вот оно чё вышло. Он подаётся вперёд и тычет пальцем в свой нос. Этот тупер раскровял мне всю насяру. Ничего. Ничего. Я помогу от него избавиться. Им, парень. Вот чё я тебе скажу. Выгони этого старого чёрта. И можешь здесь за бесплатно ночевать пойдёт. Достаточно. Я сделаю это. Тогда не стой здесь, кретина. Приступай к делу. Он возвращается к обдиранию струбьев. Чё не видишь, я занят. Струбьев, а что это вообще такое? Струбье, струбье, струбье. Мне казалось, это типа волдырей, что-то такое отвратительное. А сейчас я вообще не понимаю, что это. Потому что ему нос разбили. И по всей видимости, может это запёкшаяся кровь. Так, конечно, называется. А надо будет потом загуглить. Либо можешь написать в комментарии. Кровати здесь не осматриваются. Здесь есть кентавр. У которого есть тумбочка. Ну, давай сначала поговорим с кентавром. А потом с Нестором. Может кентавр что-то знает про него. Или с вот этими жителями Хайла Погодика. Я наслышан о тебе, Пень. Ты тут вынюхиваешь, что насчёт Фарда. Если ещё ищешь, попробуй посмотреть на север отсюда, на площади мусорщиков. Я попробую. Счастливо. Так, это говорит абсолютно то же самое. Здравствуй, Бариуар. Бариаур. Да, Бариаур. Ты видишь высокую фигуру, страну существа, оставившего перед тобой. Нижняя часть его тела похожа на туловище козла. Однако, прямо над передними конечностями его фигура поднимается, принимает более человеческие очертания. С то же сам руками и головой мужчины, покрытым сверкающими доспехами. Глаза существа закрыты. Оно, скорее всего, спит. Ну, давай попробуем его разбудить. Приветствую. Существо фыркнуло, но глаза стали закрыты. Очевидно, он не страдает бессонницей. Ладно, не мешаем. Возможно, в будущем удастся взаимодействовать. Кстати, если не мешаем... Давай глянем, что у него в тумбочке. Пусто. Хорошо, Нестор. Ты видишь пожилого человека в неопрятной одежде с растрепанными, торчащими во все стороны немытыми волосами. Он полностью погружен в себя, но иногда взрывается потоками брани, достаточно неразборчиво, как будто обращается к какому-то невидимому оппоненту. Приветствую. Как только человек слышит твой голос, он медленно поворачивается к тебе и несколько секунд пристально на тебя взирает, после чего возвращается к своему бреду. Нет, нет, это не ты, не он, но скоро, да очень скоро. Хм, а с кем ты говоришь? Старик, похоже, не замечает твоего присутствия совершенно. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, он придет, ты, он, а старый Нестор, подождет. Ждешь? Ты чего-то ждешь? Терпение и ожидание. Унезапно садится на пол, как будто подкушенный усталостью. Долго я ждал, ожидал. Он вздыхает и снова поднимается на ноги. Я буду ждать всегда, вечно, если понадобится. Слышишь меня? Ты в порядке? Нет. И Цу Нестора становится абсолютно красным. Он весь трясется. Вилка, моя вилка, не могу уйти без вилки. Что? Вилка? Нет. Только вилка дайте мне ее. А ярость Нестора достигает максимума, и тут он внезапно умолкает. Внезапно он бросается к шкафу, стоящему в одном из углов. Нос потыкается и падает, встает, опустив голову, и бормочет. Нет, украдено. Не могу без вилки. Украдено, говоришь? И кто забрал твою вилку? Нестор останавливается. Нестор тупо смотрит на тебя, после чего начинает шарить по карману своей заплатанной туниски. Через некоторое время он достает оттуда человеческое ухо, которое, судя по всему, лежит там уже несколько дней. Оно страшно воняет. Нестор держит ухо перед собой и начинает в него орать. Ты, ты украл у меня вилку, я знаю, верни мне ее, верни. Если я найду твою вилку, ты уйдешь. Ждать, ждать, ожидание. Он третет головой и воинственно орет. Пока не принесешь ее обратно. Потом я пойду домой. Хорошо. Я найду твою треклятую вилку. Прощай. Как понимаю, это ухо принадлежит Ада на ухому. Давай встретимся с ним и скажем. По кой черт ты, негодяй, украл вилку? Ладно, там по нему украсть кошелек. Украсть нож, украсть... Здравствуйте, головорез. Вот что ты у меня пытаешься украсть? Жизнь? Но вилку украсть это прям... Не знаю. Как-то абсолютно нелогично. Зайди в любую таверну, заплати пару медиков. Тебе принесут тарелку с едой, там будет ложка, вилка. Я вообще не... Хотя она может магическо какая-нибудь вилка щекотки, кто знает. Ладно, давай попробуем поговорить с вот этим сборщиком. Может он что-то таралеля. Этот мужчина одет в грязные разудоранные коричневой одежды. Длинный капюшон закрывает большую часть его лица. Приветствую. Глаза под капюшоном сужаются. Он ступает назад. Что тебе нужно? Чем ты занимаешься? Я ищу эти проклятые трубики повсюду. Да похоже силы упаковали всех тарпаков. И принесли на другой план. Или что-то в этом роде. Ты видишь... А, ты видишь проблеск в его глазах? У нас тут эпидемия была. И все тут провоняло тарпаков. Класс, мы сделали неплохие бабки. А зачем ты ищешь тело? Так, это все то же самое абсолютно, что мы с тобой слышали о других пыльных. Поэтому, как бы, нет смысла у него расспрашивать. Ничего нового он не скажет. Ну, головорезащий, ну зачем? Зачем тебе оно надо? Морта все равно тебя сожрет. Отлично. Ай, больно. Так, я, пожалуй, ухожу. Морта грозиса. Я случайно заговорю. Так, здесь был еще один наглый бандит, который... У меня пытался атаковать. Куда он делся? А, решил сбежать, трус? Ну, беги, беги. Сейчас будут разборки с одноухи. Поэтому, прежде чем разбираться, давай подлечимся. У меня достаточно мало здоровья. Чем я могу подлечиться? Угольным амулетом? Вряд. Сребряное кольцо. Что оно у меня тут делает? Положу его себе в палец. Амулет кости. Защита плюс два, дробящие повреждения. Возможно, придется использовать. Давай используем чару крови. И... И... Три заряда. Это во время боя можно использовать. Бинты я все отдал Морта. Правильно? Вызов проклятия Роя. Давай еще одну каплю крови. Потому что я не знаю, мало ли он меня как-то быстро уработает. Хорошо. Сначала попробуем уладить проблему разговором. Уроди солидный боец. Зачем ему вилка? Этот бандюга пялиться на тебя, угрожающий? Отвали пень. А не то я тебя на афаш пущу. Как ты потерял ухо? Чай. Его рука касается рукоятки ножа. Просто любопытство. За каждым шрамом стоит какая-то история порой. Забавная. Я уж это знаю. Э, парень. Судя по всему, видать, ты уже большой забияка. Он хихикает и касается страшных шрамов на голове. Ну, у тебя, по крайней мере, есть оба уха. Что случилось? А, я тут наколол одного просителя. Его лицо поднимает, принимает угрюмое выражение, когда он начинает свой рак-сказ. Но этому туперу это даром не пройдет. Продолжай. Но мы с этим лицемером поспорили малеха. А, но мы с этим лишинцем поспорили малеха. И вот пока мы спорили, этот гад отгрыз мне ухо. Что произошло? Ну, ты че так и подумаешь? Только он это мне ухо отгрыз. Я тряснул его тесаком по черепу. И отправил в книгу мертвых. Плохое дело. Он затравленно зирается. Я думаю, его дух за мной охотится. Он преследует тебя. Он кивает и его руками писывает. Быстрое полукруглое движение около сердца. Точно, парень. Все это чистая правда. Я слышу его голос у себя в голове. Этот гад ругает меня на все лады и говорит, что он до меня доберется. Когда это произошло в первый раз, я чуть не обделался. Потом привык, конечно. Может быть, я помогу успокоить этого мятешного духа, чтобы он перестал преследовать тебя. Он ступает назад и трясет башкой. Ты типа можешь сделать это? И как же? У меня есть власть над духами. Я могу их успокаивать. Только мне нужно иметь нечто, что принадлежало духу при жизни. Он смотрит на тебя подозрительно некоторое время. Потом пожимает плечами. Как хочешь здоровя. Все равно это не так дорого стоит. Он дает тебе маленькую стальную вилку. Только убери этого духа хорошо. Не бойся. Этот дух больше не будет тебя тревожить. Прощай. Ну, естественно, не будет тревожить, когда он сам убегает. Хорошо, с Нестором проблема будет решена. С одноухим, возможно, мы и не свидимся. Давай дадим вилку. Дан. И после этого можно будет поспать. Хотя уже два часа ночи. С другой стороны, я часто и сам так и ложусь в час, в два. Здорово, Нестор. Я принес твою вилку. Погоди-ка. Вилка, вилка, вилка. Ты больше не медведь. Маленькая стальная вилка. Повреждение колющий. Клинок не использует священник. Священники всегда едят ложками. За эту вилку в скобиной лавке не дадут ни гроша. И остальной конец был покрыт царапинами слегка изогнут. А зубцы покрыты грязью. Подумаешь, покрыты грязью. Взял, помыл и пользуйся. Так, это и не то нажал. Старик прекращает расхаживать и смотрит на тебя за волну. Вилка, вилка, вилка. Не могу попасть домой без вилки. А это не та вилка, о которой ты говоришь. Нестор быстро хватается за вилку. Вилка, вилка, моя вилка. Хо-хо-хо. Теперь домой. Он размахивает своей вилкой во все стороны. Как будто выполняя какой-то сумасшедший ритуал. Теперь домой. Ха-ха-ха. Прощай. Прощай, Нестор. Нестор поворачивается, чтобы уйти. Но тут же поворачивается обратно и пристально на тебя смотрит. Он роется в карманах и протягивает тебе свое сокровище. Протухшее отрубленное ухо. Исследовав его внимательно, ты замечаешь, что в ухе до сих пор болтается серьга. Хорошо, положу его в карман. Серьгу и выкину ухо на них. А Нестор уходит в шкаф. Нестор открыл портал и испарился. Посмотрим, что за серьга мне досталось. Треугольная серьга у меня была. А вот она. Серьга одноухова. Скрытность в тенях плюс 10%. Эта маленькая сережка выполнена из полированного обсидиана. Несмотря на гладкость поверхности, она совершенно не отражает свет. Часто называется лучшим другом вора. Черный материал, из которого сделана серьга, обладает магическим свойством поглощать свет. Благодаря чему его владелец может двигаться в тенях не обнаружено. Но вора среди нас нет. Поэтому не особо полезно. Так, Орло, я выполнил свое обещание. Нече, Нестор скипел отсюда. Может, этот тупер и не был таким психом. Он напохлопывает тебя грязной ладонью по плечу. Ну, типа, теперь ты желанный гость наш нарез, дыровяк. И нам, типа, будет поспокойней. Дневник я обновил. Теперь я могу здесь бесплатно отдыхать, правильно? Я хочу отдохнуть. Так, было два часа ночи. Отлично, до десяти часов утра поспали практически. Может, Барри Руар проснулся заодно? Давай с ним поговорим. Получеловек-полубаран все еще спит. Хорошо, когда-нибудь он проснется. В серии идет 43 минуты. Посмотрим, может, кого-нибудь нового мы встретили в время наших странствий. Из NPC никого, точнее, из игрока. NPC бабка-повитуха была Барри Руар. Наполовину люди, наполовину бараны. Смотря с какой стороны посмотреть. Хе-хе-хе-хе-хе. Прям обычных людей напоминает. А Барри Руары – раса кочевников, которые всегда готовы постоять за себя. Эта раса наделена исключительной жаждой жизни. Исходя из того, что ты увидел, они умеют держать себя в руках. Хорошо. Дабус была девушкой из высшего общества. Что-то ее наряд похож на девушку из легкого поведения, а не высшего общества. Лим-лим. Эти безобидные насекомые кажутся чем-то большим, чем просто гигантские блохи. Однако их можно дрессировать. И, похоже, они лояльно относятся к своим хозяевам. Хотя следовало бы выяснить, насколько простирается их лояльность. Так, это все уже было. Черный Абишай. Абишай – это одна из низших форм Баотезу. Расы законопослушных изверков, стремящихся установить жесткую тиранию на планах зла. Черный Абишай – это низший Абишай. Состоят в иерархии под зеленым и под красным. Не знаю, что это такое. Они пехоты и стрелки в кровавой войне. В сравнении с другими расами Баотезу. Абишай – слишком злобные и не слишком умные. Хорошо. Так, в этой серии мы, получается, смотрели северо-западную часть Хайва. В следующей серии мы не пойдем на площадь Мусорщиков, а смотрим эту часть Хайва, потом эту, потом центр, и уж потом пойдем к Мусорщикам. Почему? А потому что так хочется. Ну и на сегодня, пожалуй, все. Итак, спасибо тебе за просмотр. Если понравилось, ставь лайк, оставляй комментарий, подписывайся на канал. Спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok